Сегодня на святой горе Афон в Греции в известном на весь мир монастыре побывал Владимир Путин. Афонские традиции, связанные с Россией, уходят далеко в прошлое. В нынешнем году отмечают тысячелетие присутствия там русских монахов. Место располагает к размышлению о его духовных связях с нашей страной и о том, как они могут помочь нам сейчас. Репортаж Олега Шишкина. Формально Афон это честь Греции, но вот уже более тысячи лет эта монашеская республика живет по своим законам и правилам. Основные из них хорошо известны. Женщинам вход на Афон воспрещен. Здесь византийское время и новые сутки начинаются на закате. А верховная власть на полуострове принадлежит священному кеноту, куда входят представители 20 крупнейших афонских монастырей. На единственном здесь административном здании два флага. Флаг Греции и флаг Афона с византийским орлом. Или морем, или по воздуху. По-другому на Афон не попасть. Президентский катер причаливает к пристани Дафни. Отсюда идет единственная дорога в столицу монашеской республики Корею. И уже от нее к основным афонским обителям. Владимира Путина встречают праздничным колокольным перезвоном. У стен древнего Успенского храма собрались игумены всех афонских монастырей. Российский президент по православной традиции приветствует каждого. Торжественный молебен у одной из самых почитаемых на Афоне икон чудотворного образа Богородицы достойно есть. Русские и греки столетиями бок о бок жили на Афоне. Общая вера духовно объединила наши народы. В вашем лице, господин президент, приветствуем весь благочестивый русский народ. Благодаря таким встречам сохраняется и приумножается память о многих веках взаимодействия и дружбы между нашими двумя народами, между святым Афоном и русским православием. Мы живем в эпоху, когда миру брошено много вызовов. Это и терроризм, и разрушение государств, и религиозный фанатизм. И таким образом сотрудничество во имя мира тем более востребовано. Я здесь второй раз. Не всегда чувствую особую теплоту, доброту и самое лучшее отношение не только ко мне, как к главе российского государства, а к русскому народу в целом. Святой горе Афон происходит очень важное и очень нужное для православного мира деяние. А это деяние связано с сохранением нравственных устоев нашего общества в значительной степени. Вы являетесь источником этого благополучия и благодати. Священный кенот в полном составе. На Афон специально приехал и греческий президент Прокопец Павлополос. Владимир Путин дарит афонским монахам уникальное фоксимильное издание рукописи на древнегреческом «Житие святых с иллюстрациями». Эта книга отпечатана пока в двух экземплярах. От монахов российский президент получает в дар икону спасителя. В кенот входят одни из самых авторитетных и известных священнослужителей на Афоне. Старцы, хранители традиций афонского монашества. Многие века православные верующие нашей страны черпали на Афоне духовные силы и знания. Возрождая сегодня ценности патриотизма, историческую память, традиционную культуру, мы рассчитываем на упрощение наших отношений с Афоном. Важное свидетельство растущих связей России и Афона – это афонские святыни, которые приносятся в нашу страну для поклонения. Среди них пояс Пресвятой Богородицы из Водопевского монастыря и десница Святого Георгия Победоносца из монастыря Ксенофон. Приложиться к ним смогли сотни тысяч православных россий. В начале Погорной дороги, затем Словом море, президентский кортеж останавливается у святых врат Свято-Пантелейминого монастыря. Братью возглавляет игумен Иеремия. В этом году ему исполнился 101 год. По афонской традиции дорога перед высоким гостем услана лавровыми листьями. Соборный храм заполнен до отказа. На торжественном молебне вместе с президентом и патриарх Московской Всеруси Кирилл. Президент прикладывается к главной святыне монастыря, мощам Святого Пантелеймона. Эту обитель 300 лет назад основали монахи из России. Все они были выходцами из еще более древних скитов. По преданию, русские иноки появились на фоне еще во времена киевского князя Владимира. Но первое письменное упоминание об этом датируется 1016 годом. С того времени и ведут отчет истории русского монашества на Святой Горе. На протяжении столетий не прекращалась духовная связь Афона с Россией. Сюда приезжали паломники, потоком шли щедрые пожертвования. После революции все это прекратилось. Сейчас Свято-Пантелеймон в монастырь переживает чуть ли не второе рождение. Благодаря помощи из России отреставрированы храмы, отремонтированы братские корпуса. Я был здесь в 2005 году и могу сегодня засвидетельствовать, что изменения невероятные, просто чудесные. Россию и Афон издавна связывали тесные религиозные узы. И в наши дни интерес России к Афону не ослабевает. В последние годы при активном содействии Русской Православной Церкви происходит восстановление и сохранение исторических мест, связанных с русским присутствием на Святой Горе. Особенно приятно отметить, что зримо возрождается ваш монастырь. Важно и впредь сообща делать все необходимое, чтобы этот русский уголок на Афоне продолжал укреплять духовные силы всех православных верующих. Сердечно приветствую вас от лица Русской Православной Церкви с памятной, замечательной датой тысячелетия присутствия русского монашества на Святой Горе. За эти тысячи лет много что произошло. И Афон претерпел как взлеты, так и падения, как мирную жизнь, так и войны. И очень часто в прошлом именно с Россией, с русским народом, православным народом связывалась спокойная жизнь, мирная жизнь и на этой Святой Горе. После службы патриарх Кирилл показывает президенту фотографии недавно восстановленных русских скитов на Афоне. В Силургу, на горный Русик, сейчас там возрождается монашество. Поздно вечером монастырское братье соберется она всеночную и до самого утра будет молиться за Россию, такую далекую и такую духовно близкую. Олег Шишкин, Марат Хабибуллин, Валерий Севастьянов, Первый канал, Святая Гора, Афон.